с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 27 сентября международный день туризма дата выбрана в связи с тем что именно в этот день в 1970 году был принят устав всемирной туристской организации сегодня день государственности республики саха якутия у родившихся в этот день 1601 году появляется на свет людовик тринадцатый король франции с 1610 года из династии бурбонов сын генриха четвертого и марии медичи начало правления людовика тринадцатого было ознаменовано смутами феодальной знати которая воспользовалась малолетством короля как это часто бывает с 1624 года фактическим правителем страны становится кардинал решилье 1 министр людовика тринадцатого при котором шло дальнейшее укрепление абсолютизма во франции получив хорошее музыкальное образование людовик тринадцатый был покровителем и страстным любителем музыки танцев в 1635 году даже поставил марлезонский балет выступив либретистом композитором автором эскизов декораций костюмов а также хореографом и исполнителем сразу нескольких ролей некоторые императоры цари и короли любили попробовать себя на творческой ниве в 1657 году рождается софья романова дочь царя алексей михалыча реген при младших братьях петре и ване отличалась умом энергии и честолюбием воспользовавшись московским восстанием 1682 года софья приходит к власти опираясь на своего фаворита василия голицына и стрельцов в годы правления софьи сделаны небольшие уступки по садам и ослаблен сыск беглых крестьян что вызвало недовольство дворян в 1689 происходит разрыв между софий и боярско дворянской группировкой которая поддерживала петра первого и одержала победу а софия была заточена в новодевичий монастырь во время стрелецкого восстания 1698 года ее сторонники намеревались посадить ее на царство после подавления восстания ее вовсе постригли под именем сусанны в монахине новодевичьего монастыря где умерла софья в 1704 году в 1978 году рождается каролина куек более нам известная как певица анни лорок певица украинская и российская народная артистка украины представляла украину на конкурсе песни евровидения 2008 и заняла там второе место но теперь о некоторых событиях 27 сентября 1540 год основан орден иезуитов в этот день римский папа павел третий выдает грамоту подтверждающую законность существования общества иисуса орден уделял огромное внимание просветительской деятельности основывая свои отделения в новом свете и в африке в 1773 орден был временно закрыт и восстановлен только спустя 40 лет папой пием седьмым печальную известность получила негласное правило этого ордена для достижения цели все средства хороши именно поэтому слово иезуит приобрело негативный оттенок 1825 год по маршруту дарлингтон стоктон прошел первый в мире паровоз и его конструкцию разработал инженер джордж стефенсен он стал и первым машинистом своего детища которая получила название внимание локомоушен во время первого рейса паровоз провез вагоны с четырьместами пассажиров скорость движения достигала тогда аж 24 километров в час 1854 год происходит первое кораблекрушение пассажирского океанского парохода 65 милях к юго-западу от мыса рейс американский колесный лайнер арктик в густом тумане наскочил на небольшой французский паровинтовой брик веста с грузом рыбы арктик был то время самым большим и самым роскошным из пароходов коллинс лайн и работал в ливерпуле капитан потерял контроль над ситуацией среди паникующих пассажиров возобладала к сожалению право сильного числе погибших были 92 из 153 членов экипажа мужчины и все женщины и дети бывшие на борту включая жену единственную дочь и младшего сына менеджера компании хозяина судна эдварда коллинза всего погибло около 400 человек 1895 год шведский инженер и предприниматель нобель подписывает завещание об учреждении международных премий ежегодно присуждаемых из процентов на его капитал та самая нобелевская премия 1938 год приговорен к десяти годам заключения начальник отдела ракетных летательных систем московского ракетно-научного исследовательского института 31-летний сергей королев председатель стал на заседании военной коллегии верховного суда арм воен юрист василий ульрих через руки которого прошли десятки тысяч репрессированных королева осудили за участие в антисоветской террористической троцкистской организации якобы действовавший в институте а также за срыв сдачи новых образцов вооружения признаете ли вы себя виновным сдаёт вопрос ульрих нет не признаю твердо отвечает королев от своих прежних показаний я отказываюсь я дал их только потому что ко мне применялись недозволенные методы следствия я ни в чем не виноват королев был освобожден в 1944 году и реабилитирован 19 апреля 1957 года 1990 год ссср вступает в интерпол международной организации уголовной полиции она была организована в 1923 и первоначально объединяла 17 государств в дальнейшем по мере развития международного полицейского сотрудничества интерпол стал глобальной организацией которая объединила настоящее время 178 стран мира первый шаг который привел к созданию международной полиции был сделан эдвардом генри 1901 году он организовал скотланд ярде центральное отделение дактилоскопии предложил всем заинтересованным специалистам принять участие в изучении этого новшества объединение всегда лучше чем разъединение 1991 год собравшийся 22 чрезвычайный съезд в лксм решает один единственный вопрос о судьбе в лксм и принимает решение которое понятно всем подвести черту под существованием организации фактически форум объявил историческую роль советского комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске 1998 год на выборах германии побеждают социалисты во главе с герхардом шрёдером который меняет гельмута коля бывшего на посту канцлера целых 16 лет но еще об одном событии подробно в 1912 году 27 сентября петербурге открывается первое первенство страны по футболу под эгидой всероссийского футбольного союза сражаются только три команды москвы петербурга и харькова в этот же день спортсмены северной столицы встречаются с московскими футболистами и одерживают победу со счетом 20 правда за петербург выступила тогда так называемая английская в кавычках сборная составленная из работавших в городе на неве иностранцев главным образом англичан так что их смело можно назвать легионерами спустя два дня москвичи сыграли уже с русской сборной петербурга и проиграли со счетом 45 в итоге первым чемпионом российской империи по футболу становится сборная петербурга но а противостояние москвы и петербурга продолжается до сих пор футбольном смысле этого слова с вами был николай пивненко в проекте дата